Турбую вас, 58-ма бригада ротоударных беспилотных и официальных комплексов. Наши инженера и пилоты, очень им понравилась плата использования, потому что мы использовали различными видами плат. Шура, ты почему-то сбежал. Это четырлетка переключила. Именно поэтому я продолжу здесь находиться и нашел вас специально. Мы с тобой заговорили про финализм, а ты сбежал. Зачем? Я специально сейчас вас нашел. Вы что? Ну, ты же нажал кнопочку. Четрулетка переключила. Ну, зачем я сейчас вас опять нашел? Почему я сейчас увидел и не перелеснул вас? Хорошо, продолжим наш ротвор. Да, слушаю вас внимательно. Помните наш разговор? Ну, говорите, говорите, говорите. Подожди. Ты, значит, противеном радиоэлектроники, правильно? Да. Вот ты сейчас работаешь на вооруженные силы Украины в области радиоэлектроники, радиоборьбы. Ну, и все с этим связано, правильно? Ну, почти правильно. Я сейчас сам вооруженные силы Украины. Я солдат вооруженных сил Украины, командир отделения рота БПЛА. Занимаемся радиоэлектроникой. Да, я разрабатываю радиоэлектронику сейчас. Вот теперь давайте. Профессиональ. Вы профессионал в этом деле. Радиоэлектроника, да? Это ваша профессия. Да. Скажите, а вы профессионал? Нет. Я профессионал. Знаете, в каком власти? Сахарник. Сахарник – это что? Производство сахара? Да. А какой вуз вы закончили? Я два вуза закончил. Воронежский технологический институт сахарно-пищевой промышленности на факультете механики и технологии. Вы когда-то говорили, что вы ПТУ закончили. Вы лгали, очевидно. Подожди, подожди. Чего я закончил? Вы говорили когда-то, что я вас спросил про ваше высшее образование. Вы сказали, нет, 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 я ПТУ закончил. Вы лгали тогда. Подожди. ПТУ? Это профессиональный технический училищ. Правильно? Ну, мне все равно, как вы сейчас будете свою ложь оправдывать. Я похож на ПТУшника. Я именно поэтому спросил вас про ваше высшее образование. Вы сказали, я ПТУшник. Когда это было? Ну, мы с вами беседовали уже не один раз. Не, не, подожди. Вы включили, как это, подлость и лживость свою. Ну, вранье. Вам хотелось что-то соврать, и вы соврали, что вы закончили ПТУ. Саш, ты меня путаешь. Нет, я не путаю. Вас невозможно ни с кем спутать. Я вам напомню наш диалог. Ладно, продолжайте. Я как бы понял, что вы когда надо можете все долгать. Продолжайте, пожалуйста. Не отдыхай. Я тебе напомню наш диалог по кванты. И про что? Квант чем отличается от фотона? Правильно? Да, да, да. Ну-ка, расскажи, чем квант отличается от фотона? Боюсь, что вы не поймете. Смотрите. Я как раз понимаю. Да, вы понимаете? Нет. Я думаю, что раз вы не понимаете меня, то вы не понимаете. Не убегай. Не убегай. Ты зачем? Что же вы так беспокоитесь? У меня просто лицо просто сразу в улыбке расплывается. Я просто очень добрый человек. Подожди, подожди. Это же твоя профессия. Давайте вернемся к квантам и фотонам. Подожди. Ты по профессии кто? Радиотехник. Радиоэлектронный инженер. Подожди, кто? Радиоинженер, правильно? Да. А радиолокация знаешь, что такое? Ну, так, в общих чертах, конечно, да. А, этот вектор, знаешь, этого? Умова Пойтинга. Да? Ну, я же знаю, как про вектора. Да, да, да. Подожди. Это что такое? Вектор Умова Пойтинга. Ну-ка, расскажи. Мы же от квантов отвлеклись. Или уже кванты не нужны? Нет. Слышь, это твоя профессия, балбес. Ты должен мне сказать, что означает вектор Умова. Я вам ничего не должен. Я вам ничего не должен. Он показывает направление, движение чего? Электромагнитной волны? Нет. Фронта электромагнитной волны? Нет. Не ври. Не ври? Ай, красавец какой. О, вектор Умова Пойтинга показывает, в каком направлении идет передача чего? Энергии. О, наконец-то мы пришли. Ты усек? Ты плохо усваивал твои знания. Ты похуй научился. Не молчишь, Фурик. Ну, продолжайте. Я не буду вас перебивать. Ты мне не пухай. Ты мне не пухай. Ты начинаешь молчать и начинаешь меня пухать. Вот. Это твоя профессия. Вот ты добра профессии. Я уже говорил, я радиоэлектронный инженер. О, ты знаешь, что такое радиолокация? В общих чертах, конечно же. А на чем она основана? Она основана на передаче и спускании электромагнитных импульсов и приеме их отраженных от целей. И? Ну, и на основании анализа... Что же вы меня сразу перебиваете, господи? Что там меряется? На основании измерения параметров отраженного электромагнитного импульса... Излученного. Принятого. Переотраженного. Ну, мы принимаем уже отраженный импульс. Тихо. Значит, радиолокатор дал им импульс радиозлучения. Вроде волна пошла. Дальше что происходит? Я же сказал, переотражение от цели. Отрадился дальше. Ну, мы принимаем. Я пытался объяснить, но вы не понимаете. И дальше мы анализируем параметры принятого импульса. Как? Ну, время его приема, амплитуду его приема, направление, с которого он пришел. И бывают и более сложные случаи, когда мы более тонкую структуру импульса анализируем. Например, частоту доплера, доплеровское смещение приемного импульса. Что такое доплеровское смещение? И передающего. Вот, слушай, доплеровское смещение, это что такое? Это изменение частоты, отраженного от цели сигнала, в зависимости от радиальной скорости этого самого цели. А в какую сторону смещается? Если к нам, то в синюю сторону, в сторону более высоких частот. А если от нас, то в красную сторону. А если нет радиальной скорости, то тогда доплеровского смещения и нет. А как же мы видим? Что мы видим? Слышишь, вот у меня такой вопрос к тебе, простой. Вот человек берет фонарик, вот что такое фонарик? Фонарик, это источник некомберентного светового излучения. Вот фонарик, это источник ради этого самого электромагнитного излучения. Ты со мной согласен? Абсолютно согласен. Вот, теперь смотри, я в темноте, включая фонарик. И начиная светить им. И в луч этого фонарика попадаются объекты, правильно? Я их вижу. Да. Ну куда?